У нас на полете славу ты народ, Её в сложной хате привык, так что вот... Именно с такой яркой ноты началась церемония открытия фермы-репродуктора деревни Сошна, первого в Брестской области свиноводческого комплекса Бакиничи, открытого акционерного общества «Пинский комбинат хлебопродуктов», построенного по поручению главы государства. В значимом мероприятии приняли участие ответственные работники Брестского обл. исполкома и Пинского райисполкома, руководители предприятия-спонсора и генподрядной строительной организации, ряда других предприятий. Со словами приветствия к собравшимся обратился председатель Брестского обл. исполкома Анатолий Лис. Анатолий Васильевич подчеркнул значимость происходящего события не только для всей Брещины, а страны в целом. Построенный свинокомплекс – это выполненное поручение президента страны Александра Григорьевича Лукашенко. Я благодарен, Иван Иванович, вам, акционерному обществу, которое вы воздавляете в Галатуксикалии, которые своевременно первые в республике откликнулись, выделили средства для строительства этого комплекса. Ну и, конечно, благодарен нашим строителям за то, что они, во-первых, спроектировали, наши проектировщики и наши строители построили этот замечательный комплекс. Губернатор области с благодарностью отметил, что строители, работая ударными темпами, вдвое сократили нормативные строки строительства важного народно-хозяйственного объекта. Комплекс будет производить 3000 тонн свинины в год. Но самое главное, что он построен по новейшим технологиям, которые сегодня существуют в мире. Подтверждая мои слова, я скажу, что на этом комплексе будет работать 20 человек. На аналогичных комплексах, которые по старым технологиям построены, там работает около 100 человек. Введение в струнь свиноводческого комплекса «Бакиничи» даст огромный экономический эффект. Технологические привесы здесь будут в районе 900 и выше грамм. Расход корма на центнер привеса в размерах в пределах двух кормовых единиц. Это даст возможность на сегодняшний день при тех ценах, которые складываются на продукцию свиноводства, на мясо свиней, получать рентабельность более 30%. Технологический процесс нового комплекса построен так, что при точнейшем, неукоснительном его соблюдении уже через год здесь должны получать свинину. Аплодисментами приветствовали собравшиеся генерального директора, лидера промышленности Беларуси, открытого акционерного общества «Беларуськалий», главного спонсора построенного свинокомплекса. Сегодня это, наверное, наш первый проект, который с нашей помощью был реализован в Брестской области. Я думаю, что если предложения и проекты будут и в другой сфере, мы с удовольствием будем принимать участие. От лица всего коллектива хочу пожелать вам самое главное здоровья ваших семьях, и чтобы этот проект вышел на те параметры и работал на благо не только Брестской области, но и Республики Беларусь. Генеральный директор открытого акционерного общества «Пинсовхозстрой» Валерий Мелиш в своем выступлении поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что коллектив сделал все возможное, чтобы отстоять честь строительной отрасли Брещины. Валерий Иванович вручил символический ключ от комплекса директору Пинского комбината хлебопродуктов Василию Невару. Наступает самая торжественная минута церемонии. Символическую алую ленточку перерезает председатель Брестского область полкома Анатолий Лис, директор открытого акционерного общества «Беларуськалий» Иван Головатый и председатель Пинского райисполкома Валерий Рябковец. Со словами благодарности к руководству области, района и спонсору обратился директор Пинского комбината хлебопродуктов Василий Невар. Я понимаю груз ответственности, который ложится на плечи нашего коллектива. Но я хочу заверить вас, Анатолий Васильевич, заверить вас, Валерий Васильевич, что коллектив комбината в целом, но формирующийся коллектив свинокомплекса, используя новые технологии, полностью исполняя технологическую дисциплину, ежедневным трудом, постараясь в такие же короткие сроки, как и при строительстве комплекса, выйти на проектную мощность. Новый свиноводческий комплекс Бакиничи начал свой путь. Теперь только стоит пожелать ему успехов, процветания и высоких результатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова